всем салютики друзья у нас дурдом ромашка в принципе как всегда саша достал рюкзак который давно не доставал может булка уже поправилась и не влезет саша это он ее возил когда мне кажется я в больнице была нет саш когда-то очень давно мне кажется в общем саша собирается на скутере вести вот как вот бэбичек возят так булочку и булочка не то чтобы не против она вообще не понимает что происходит тебе нужна моя помощь лапа булка булка лапочки так сейчас будешь дома сидеть сейчас на место выбирай либо спокойно гулять технологии неудобно надо надо просто чаще пользоваться она сама уже будет запрыгивать нужные емкости гулять только с этим можно да с этим с этим ну что давай а что я могу сделать давай сюда гулять гулять я говорю саш ну хорошо упаковали погуляешь как-то обратно потом ее засунешь у меня получалось так знаешь если она привыкнет и будет знать что это такое ну да не раз в год она будет спокойно реагировать я говорю саша по факту и обычная детская переноска сгодилась бы скорее всего потому что у нее хвоста как такового то нету и готова не знает к чему готовится как сейчас дождь пойдет вас как при на спину на впереди вес ты же не будешь видеть что она там делает а вот ухажение едет и пристегнуть да сделаю булочка неудобно будет спереди ей неудобно ты поешь на скутере ты наклонишься может вкусняшку какую-то возьми нету . как нету без кисляции готова я думаю вы скоро вернетесь кися 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 нет а мы домой кися 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 мы домой такой ветер поднялся сейчас его сдует кися давай домой кися 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 булочка-то нормально мне кажется он просто вас впереди ее вез в общем был косли ему больше не поедет скорее всего скажет нет нет хозяин извини спрашивали какие новости со стройки у нас вот смотрите наши новости со стройки саша во вторник заехал в фирму и напомню еще раз о себе что так и так до сих пор то у нас ничего не поменялось а дырка в сцене туалета нету они удивили что как вам еще до сих пор не позвонили не записались когда придут в общем тот же день во вторник ему позвонили и сказали что придут после праздников то есть после 1 мая и вот сегодня как вы видите пришли приходили не снимали как этот вот этот мужчина работал ну как-то так неудобно было что ли заделал дыру заштукатурил так наверно это называется вон там и вон там потому что он тоже стена была такая себе и судя по всему это когда-то уже здесь сделали раньше видите вот обои отличаются и саша говорит он даже как-то выразился как будто бы они делали не знаю и теперь сказал еще два раза ему надо будет приехать еще раз один раз приедет он чтобы кусочек этих обоев наклеить и потом еще раз он приедет чтобы покрасить но покрасить не всю стенку а только вот эти вот кусочки обоев которые они наклеили это звучит как-то дико и странно если честно такое ощущение будет он просто время растягивает и получает зарплату по часам но я не знаю с моей стороны так выглядит стенку он целиком красить не будет для меня выглядит логично что если они ремонтируют этот кусок я не говорю об о всей комнате что они должны ее красить но как минимум вот эту стену да потому что вот скажем мы же ее красили эту стену до того как там не обнаружили вот эту вот ерунду тут у нас было покрашено они же взяли уже опять испачкали да на что он саше сказал ну саша не говорил что про испачкан или еще что-то просто сказал что почему вы не будете всю стену красить масло мы не должны мы должны только тот кусок что мы заделали но он говорит я вам могу дешевле продать хорошую краску вот это вот их которые они пользуются и вы сможете покрасить сами игры зашибись себе предприниматель лично для меня но может быть я слишком манительно и зря подозреваю людей вот подобных махинациях но лично для меня это знаете как звучит как вот ему как будто плохо меня видно темно на улице как будто знаете ему выделили краску для покраски нашей вот этой стены и время работы выделили но он решил наверное но по любому нижней оставят остальное не окрашена в другой тонну все равно там хоть и белый но тон отличается я им и краску продам наварюсь и работу мою они сами сделают ну как-то вот так для меня это выглядит саша грида ладно может быть ну как бы не так но вот я вот вижу это именно с этой стороны что как будто на самом деле у него там все учтено и краска и у него выделена на нашу комнату и они уже посчитали что он будет красить это займет какое-то время он заниматься не будет часы свои отработанные якобы получит что думаете гоню на человека зря наверно да наговариваю сынок вернулся посмотрите в коллекцию пополнения с учащийся светящийся в стеноте горит только сегодня продажи появился у них макдаке до людей до артем это у тебя сколько стакана в коллекции смотрите да красивый наверное если в туалет с ним зайти в темноту нам конечно же не терпишь было проверить даже не зеленым а голубым ничего себе конечно видно скажите круто все поставили лайк смотрите как потемнело и сейчас ливанил сейчас саша с булкой вернется у меня телефон показывает что уже дождь с грозой она вот чуть-чуть сверкает но по факту еще нету надо за прятать лежак сегодня видела с ним большая трансформация получилась днем так оказалось удобнее о мой кокон надеюсь ты останешься сухой можно конечно занести подушку вовнутрь но другой стороны интересно же проверить что думаете сейчас подумаю занесу нами ну вот дождь пошел саша в лесу с булкой не знаю вряд ли они его там переждут потому что дождь не собирается закончится занесли подушку вот эту артем спал что все-таки надо но в принципе доводите до сюда не сильно попадает воды вот там милана у нас под окном по щиколотку откуда она знает она с театра вообще милана успела еще вот сейчас заскочила нас театра и ехала и говорит что где у нас кинотеатр там скорые нет пожарные это в той стороне и объявляют громко объявляет громко чтобы все выходили там очень что-то такое происходит а саша нас с булочкой в лесу не знаю я не представляю я не представляю как она собирается добираться потому что ближайшее время погода не наладится милану горячую ванну отправили тимура одна надежда лишь бы завтра что я хочу сказать вчера мы сашей показывали эти деревья майские и все удивлялись в этом году так мало вывелись видно те принцессы принцы кто там оказалось да и вы нам написали уже несколько раз и артем говорит так в этом году девочки мальчиком ставят я иду сегодня в городе и думаю вот дожились дерево стоит написано пауль где-то там написано луис думаю обычно девочки на имена пишут мальчики когда дерево ставят пишет кому девочку имя а тут вот это вот вся думаю голуботня развелась меньше меньше вот артем излучает вот видишь какие неактивные девочки ты сам тоже никогда ни разу не ставил а так Он размущается громче всех. Это же немецкое жилище, что-то. Ну, а ты теперь с Фонтом делал не немец, поэтому... Я не немец, а... А Фиона могла бы, да, вот понятно. Ой, чешек логика, конечно. Булка! Саша, ты ее сгори в горячую ванну к Миланке. Иди посмотри, чтобы голова не происходит. Затопило? Посмотри, назад течет. Иии, надо звонить, Саш, куда-нибудь. А что, пускай выкачивает? Он тупит, реально. Ого, а это ж только начало, Саш. Ой-ой. Смотрите, что творится. Обалдеть. Смотри, не по боку. Саша, а это же только начало. Смотри, как ты сейчас, смотри. Смотри. Бляха, там велики все будут, опять плесень собираться. Открой дверь, пускай в гараж течет. Там хотя бы есть куда. Да. Подай. Ой, блин. Иди сюда. Ну не бойся, когда он еще тонет. А у нас сейчас все наверх поднято, что ли? У нас еще не тонет пока, по-моему. У нас белье там не сохнет? Я не помню. Посмотри, пожалуйста. А у нас нет белья. Покажи, какая-то лямпа, когда вы видите. Покажи. Надо снять белье, Саш, пожалуйста, сними. Нет, белье ничего не будет. Оно высохло. Покажи. 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 С этой стороны, где у Саши так называемый спортзал. Но это пока обещает всю ночь такую погоду. Хотя нет, здесь тоже сухо. Значит, где кухня, либо Милане на окно. Ну, в общем, где-то здесь. Вот здесь видите еще сухо. Блин, Саша подушку здесь оставил. В общем, где-то вот здесь, по-моему. Вон там просачивается вода. А, вот она течет. Видите? Саша только что принес, точнее, мальчишки принесли из подвала. Палатка уже мокрая. Да. Ну, пока здесь положи. Сейчас папа придет, разберемся, что с ней делать. Полотенце можно? Вот сиди поднеси. Маму полотенце. Ну, и отличемся от темы потопа. И вернемся к краске. Саша говорит, знаешь, сколько сегодня этот ремонтник за краску хотел? Да. Чтоб мы потом сами покрасили стены. 12,5 литров он за 40 евро хотел продать мне. Он сказал, что супер выгодно. Ну, типа суперская краска. Такую не найдешь ни в одном строительном магазине, как он сказал. А я говорю, Саша, смысл нам теперь ее покупать, если мы у Тимура другие стены уже покрасили другой краской? Чтобы потом снова все перекрасить? Я ему сказал, не надо мне. Короче, завтра он приедет клеить забой. Завтра пятница. Да. А на следующей неделе приедет красить. Как все сложно. А туалет нам поставить не спрашивайте, когда мы не в курсе. После этого будем уже регистрировать туалет. С водой мы пришли к выводу, что это у нас течет вот эта вентиляционная система, которая находится возле меланиного окна и возле кухни. В общем, везде, где нет террасы. Там где решетки у нас металлические стоят. Они везде стоят. Просто здесь они стоят и там где твой зал, они стоят под навесом. В общем, надо регистрироваться в фирму. Все покажем, фотографии, видео покажем, письма напишем. Я с соседями договорился, что мы напишем коллективное письмо от всего дома. Подпишем его. Сосед сказал составит это письмо. И буду я их продавливать, чтобы они высылали сюда мастеров. Специалистов. Специалистов. Чтобы они смотрели на этот грунт, все дела, и поднимали его. Пусть они террасу все перекладывают, поднимают грунт, делают там наклон, неунаклон. Пересаживают нам траву заново, чтобы всю террасу нужно переделывать. Просто так получается, что в последнее время все, что происходит, все у нас в квартире. Саша говорит, это какой-то кошмар. Сейчас у нас должны то сделать, это сделать. Теперь с террасой мы должны к ним обращаться. Но это все как бы не по нашей вине, но все через нас. Как будто мы решили просто по полной докопаться до всего. А по сути это просто вот сечение обстоятельств. Что интересно, вы сегодня видели, как с окна я показывала, как заливает. Кто смотрит давно, тот помнит пару лет назад, мы там боролись с тем, как боролись. Тоже писали, отправляли фотографии. Чтобы водосток не работал. Чтобы водосток не работает. И что лампа под окном уже не работает. Электричество работало. А, там работало. Просто электричество туда. Мы говорили, что на электричество там загородит один раз. И все протекало вниз в гараж. И в общем мы их задолбили, задолбили. И в конце концов приехали мастера. Да. Это больше не несколько лет длилось. Это не так, что они приехали. Да. Это спустя какое-то долгое время приехали мастера. То, что мы им писали, сообщали, это одно. Я просто один раз в подвале поймал. В этом гараже. Приезжали. Какая-то делегация была. Приезжала делегация. Какая-то смотрела, что-то здесь смотрела. И я их всех там короче поймал. Я говорю, что за дела. Я говорю, у нас вода течет, вся протекает. Как раз лужа была на тот момент после дождя. Да, я ей там все показал. А после этого там что-то начали делать. И опять еще. И опять. Вот я хотела сказать, что вместо того, чтобы почистить сверху сток. Они его почистили походу. Да ладно. Да. Была машина. Они поднимались наверх. Они чистили. Думаешь? Или они потом просто решили другим путем пойти? Нет. Они чистили. И пропала вода. Не текла. Но она опять же забилась быстро. Сейчас опять хлещет вода. И сейчас я смотрю, опять эта лампа уже под откос идет. Потому что потоком воды ее постоянно долбит. И все то же самое. И так же самое у нас вода там стоит. Полная. Не знаю. В общем мастера одним словом. Я не знаю. Неужели никак эта проблема по другому не решается. Вот что интересно. У нас соседние дома точно такие же как у нас. Но у них этих проблем не существует. Водосток они почистили наверно только вот в этом углу. А где-нибудь там еще было что-нибудь забито. Вот там по углу где-нибудь в другом месте. Водостоке прорвало кучку грязи. Она опять потекла и опять забилась в этом углу. Это надо же целиком все почистить. Нормально. Не заплатили за это. Им за пару месяцев. Вот я это тоже с обоями здесь. Я говорю ты мне всю стенку покрасишь. Которую ты сейчас ремонтируешь. И одну и вторую. Нет. Мне надо только то что я ремонтирую. А ты видела они там возле включателей испачкали? А мы же там уже красили вот буквально на прошлой неделе. Нет. Не смотри. Надо сказать ему. Ну по идее могли же покрасить нормально полностью стенку. Ну всю стену чтоб совпадал цвет. Да. Ладно я уже не говорю про всю комнату. Ладно уж наглеить не будем. Но стенку. Чуть-чуть мы издолбаем всех. Здесь это у меня с выходных еще видите. Обклеено мы еще не определились снимать либо доклеивать дальше. Да. Ну видишь уже лента отходит. Пока мы дойдем. Ну да. В общем у нас со всех сторон ремонт и стройка. Что меня радует так это наша стена. Друзья чуть не забыла пожелать вам сладких снов. Уже спать почти ушла. Вспомнила что не обняла вас сегодня перед сном. Всех обнимаю друзья. Увидимся снова завтра. Всем пока. Заговариваюсь уже. Лизь сибуков храпит. Спать потому что пора. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok